Большое спасибо вам, тот, кто говорил здесь Слово, это очень важно, это очень важно. И у нас есть месяц Томус, и мы говорим сегодня о чем? О Слове Божьем. И у нас есть год благословений Господних, мы верим, что благословение приходит, что благословение Господне приходит, и оно не связано с тем, что происходит в этом мире, оно не принадлежит этому миру и не зависит от этого мира. Божие благословение, мы верим в это. У нас есть месяц Слова Божия, и я хочу, чтобы мы открыли послание к евреям, многократно и многообразно говоривший некогда с нашими отцами через пророков Бог в эти последние дни говорил с нами через Сына. Ему Он дал в наследие весь мир, через Него сотворил вселение. Через кого? Через Его Сына Иешуа. Потому что через Него Он сотворил... Почему? Через Него. Я прочитал вам в прошлой неделе, мы читали Евангелие от Иоанна, что в начале всего творения, в самом начале было что? Было Слово Божие. И Иисус, Он есть Слово Божие. И Он сотворил небо и землю. Вы должны понять, братья и сестры, что Слово Божие, которое записано здесь, это не разные вещи. Есть разница между тем Словом, которое записано, и тем, что сказал Господь. Это разные вещи. И несмотря, что Слово Божие и то, что записано здесь, это разные вещи, в любом случае, это одно соответствует другому. Вы меня слышите? Это очень важно. Слово Божие, которое здесь записано... Например, я написал письмо и отправил кому-то. Но это письмо не изменяется. Оно не изменяется более. Я это отправил. Это не может измениться. И вот так это не меняется. Слово Божие не меняется. Но Бог продолжает говорить к нам. И когда Бог говорит, это называется Слово Божье. Он послал Слово. И это написано, что это не возвращается к Нему пустым. Это может оживить, это Слово. Пока он находится здесь, это не приносит плод. Пока я его не принял в сердце, он не приносит никакого плода. Мы говорили об этом. И мы говорили, что на Иврите... Что на Иврите слово «давар» означает не только слово. Это еще и обозначает физические объекты. Это и слово, и объект. Вы мне можете сказать, дай мне эту вещь. На Иврите это «давар». Это вы можете у меня так попросить и телефон, и книгу. Это некий физический объект. В нашем реальном мире. Но когда атеисты, которые не верят в Бога, они не понимают, но они в сущности говорят о Слове Божьем. Когда мы благословляем, что мы говорим? Мы говорим, «Благословен ты, Господь, Царь Вселенной, когда ты сотворил все по своему Слову». «Бодавар Шелха» мы говорим. По твоему Слову. Мы заказали новые наушники, так что вы не переживайте, все будет... Все, что находится в этом мире, все, что сотворено, оно сотворено Босподом. Это сотворено все по Его Слову. Это нам должно быть очень важно. Если Слово Божие не важно тебе, то то, что происходит в твоей жизни, это тоже все не очень важно. после того, как Слово Божие, Его товар делается важным тебе, и ты относишься к этому так, как должен относиться, с уважением, с почетом, тогда твоя жизнь делается важным для Духовного мира. Написано, что ангелы... написано, что ангелы осуществляют «Довар» — Слово Божие. Пока это находится на столе, это Слово, оно бесполезное, я сказал. Хотя это Слово Божие. Он не приносит плода. Пока я не приму его, и я могу его оживить, чтобы он жил через мои дела, через Дух. Помните, как царь Соломон был самый мудрый. Он сказал такое слово, что мы должны изучать Слово, вникать, принимать, смотреть на Него. Изучать Его. И тогда, что происходит, мы Его принимаем в сердце. И тогда... И тогда наши желания сердца нашего исполняются. Бог ищет кого-то, который услышит это Слово, будет смотреть на Него, будет наполнять им свое сердце, и Иисус придет в его сердце. И ты можешь жить так, как говорит Слово. И тогда ангелы Господни, ангелы Господни помогают тем, кто исполняется Словом Божиим. Кто эти спасенные? Это те, которые принимают Слово Божие. кто хочет, чтобы ангелы ему помогли? Я хочу всегда, чтобы ангелы мне помогали. И есть такие ситуации в моей жизни, что я не могу что-то сделать сам. Там есть ангелы, которые как люди, которых Бог посылает тебе навстречу. И это хорошие люди. Иногда они даже не с чистосердечными намерениями приходят, но Бог их изменяет или дает им сделать что-то, то, что они сами не ожидают. Они все ангелы. Потому что все создано по Слову Божию. И когда я подчиняюсь Его Слову, принимаю и двигаюсь, то тогда и мое Слово делается реальным. Оно облегается вплоть. И тоже мое Слово будет с уважением, с правильным отношением от слова «кавод» — уважение. Слово «тяжелое», как бы что-то тяжелое, и уважение — тот же корень. И у моего Слова будет вес. Это не то, что там Орен сказал, «А, кому все это интересно?» Если Орен принимает Слово Божие, и у него Слово Божие живет в его сердце, он живет по этому Слову, его Слово Божие, то, что выходит из его уст, у этого будет «кавод», от слова «кавед», уважение, вес у этого будет. Это будет весить. В духовном мире, в духовном мире, который вы не видите, как это сказать? духовный мир, он больше, чем то, что вы думаете. Это больше, чем вы думаете, чем ли вы видите. Все происходит в духовном мире. Этот мир физически существует только из-за того, что есть мир духовный. Но если я приму Слово Божие, то, что Иисус сказал, то, что сказал Иисус, Он говорил к нам. Он сказал, «Я пошлю Мой Дух Святой, Я пошлю Дух Святой, Я пришлю Утешителя, Я пришлю Помощника, и Он будет говорить к вам, Он вас направит, Он поможет вам, и Он объяснит вам то, что я говорил, и я принимаю это как в смирении, и я нуждаюсь в этом, потому что, чтобы мои слова были с весом, чтобы они пользовались уважением, чтобы ангелы служили мне. Это очень важно. люди хотят, чтобы Духовный мир слышал их. Я знаю это учение. Во имя Иисуса ты скажешь, и все нечистые духи будут слушаться тебя. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, может быть, бесы, да, послушаются, но ангелы не будут слушать то, что ты сказал. я не только должен знать бесов, я тут, когда ангел пришел к Иоханану, апостолу Иоанну, вы помните, что он сказал? Он хотел поклониться ему, но ему ангел сказал, нет, не поклоняйся мне, Богу поклонись. Я твой товарищ, соработник. Кто хочет, чтобы ангелы были его соработниками? Кто хочет, чтобы ангелы были его соработниками в жизни, в каждодневной жизни? В служении, в семье, в работе, в любом месте, куда бы он пошел, чтобы ангелы были его соучастниками, участвовали с Ним. Это великое слово. Почему ангелы будут уважать тебя и слушать тебя? Потому что когда Господь привел Сына Своего в мир, написано, и поклонились Ему все ангелы небесные. Но на Иврите написано, написано, все боги Ему поклонились. На Иврите написано, боги, не ангелы. Давид сказал, Давид сказал, вы все боги, сказал царь Давид, и Иисус его процитировал, Ишуа. Так сказал царь Давид. Все боги в духовном мире и в физическом мире, они поклонились Ишуа, Иисусу. Как мы поклоняемся Иисусу? И ты не можешь сказать, я пел Иисусу, ля-ля-ля. Это не называется поклонение. Поклонение... Это когда ты делаешь то, что Он говорит тебе, когда ты принимаешь Его волю. Это истинное поклонение. И тогда, как Бог или ангелы, как ангелы или Бога, поклоняются Ишуа и выполняют Его Слово, Его Довар, и тогда они говорят, мы сделаем то, что ты должен. Мы поможем тебе, мы сделаем тяжелую работу. Тяжелый труд мы выполним. Это так, вступление к моему Слову. Я давно не говорил на Иврите, вы это знаете. Но я верю, что я смогу передать вам Слово, как Бог сказал. Скажите, у меня есть Слово Божие, и я буду его изучать, и я изменюсь, оно обновит мой разум, и я познаю Бога, и буду ходить в Нем, в любви, в вере и в надежде на этой земле. Иисус Христос, Он есть Слово Божие, которое обличилось в плоти кровь, и то, что я буду изучать сегодня, тоже обличется в плоти кровь моей жизни, что я принесу великую славу Богу и великий плод во имя Иешуа Машиах. Аминь. Псалом Псалом 118, 105 стих. Прежде всего, я хочу показать вам чудеса Божии. Когда вы смотрите в этот Псалом, смотрите на меня, что все идет по порядку. Все идет по определенному порядку. Стих разбит по порядку. Псалом. 9, 10, 20, 30, 40 стих. Все разбито по порядку. Только на иврите это могло быть так записано. Давид писал Псалом. И в этом каждом Псаломе был порядок всех стихов, расписанный и упорядоченный. И я надеюсь, что вы поймете, что значит иврит. Это очень богатый язык, своими откровениями. 115 стих. «Слово Твое, светильник ноге Моей, и свет стезе Моей». Почему светильник ноге Моей? Потому что Слово Божие говорит, что этот мир покрыт злом, и человек находится в этом зле. И зло — это тьма. И когда человек живет по Слову Божьему, и он идет по пути Божьему, Слово Божие освещает ему путь. Когда человек живет по Слову Божьему, несмотря на то, что он находится внутри тьмы, «Ты светильник ноге Моей». Слово Твое, он говорит. Слово Твое, светильник ноге Моей и свет стезе Моей. Даже если тьма вокруг, я знаю, куда мне идти. И Исайя сказал, он говорит, даже когда вы малы в вере, дети в духе, но когда вы пойдете по этой дороге, вы не заблудитесь, потому что светильник Ты, Слово Твое, светильник ноге Моей и свет Моей стезе, я знаю, куда мне идти. Вы знаете, слово «путаница» на еврите, «бильбуль» — это слово «вавилон». Это очень тяжело. Это место вавилон, место тьмы. там, где угнетали евреев. Там было тяжело народу Израилю, когда они были в пленении там. Это было место всяких чародеев, халдеев. И что говорит царь Давид? «Неважно, где я нахожусь, слово Твое светильник ноге Моей и свет стезе Моей. Я знаю точно, куда мне идти. Я знаю точно, что ли делать, потому что свет светит во тьме, и тьма не объяла его». Если ты так помещаешь Слово Божие на этот уровень, где оно и должно быть в твоей жизни, ты тогда расцветешь, и ты будешь светить во тьме. Иисус сказал, что вы соль земли. Давайте продолжим. Сейчас мы пойдем в Псалом. Псалтырь 139. Первый и второй стих. 140 стих. Тебе взываю. «Поспеши ко мне, внем ли голос умоления моего». 140-й Псалтырь, первый и второй стих. «Поспеши ко мне». И мы слышим, что он говорит о Слове Божьем, как о очень важной вещи. Записанному Слову. «Неважно, что будет, я не запутаюсь». Почему я не запутаюсь? Потому что у меня есть письмо, которое записано, Слово записано. «И это свет моим путям». Кто путается? Тот, кто все время плывет в духе, он может запутаться. Все в духе, все в воздухе. Мы не можем построить нашу духовную жизнь без этого слова. Иисус сказал, что все построено на пророках, на Слове Божьем. Если ты не строишь на пророках, на законе, на откровении, ты в конце концов заблудишься. Ты должен построить свою жизнь на Слове. есть духи, которые путают людей. И ты должен сказать, секундочку, Слово Твое, свет ноги моей и свет стезимой. Скажи, «Неважно, что будет». Скажи, «Неважно, что будет». «Я знаю, что написано». Это очень важно. Это важно. Сейчас Псалтырь. «К Тебе вызываю, поспеши ко Мне, внемли голос умоления Моего, когда взываю к Тебе». У Бога написано, есть много имен, и у каждого имени Бога есть смысл. Мы сегодня слышали о цели. У каждого имени Божьего есть какая-то цель. Бог, Целитель Твой. Егва Рафа. Это имя Божье, говорящий о нем как о Целителе. Егва Нисси. Бог, Знамя Мое. Это для победы. Победитель. для посвящения. Для посвящения. Бог, Пастырь Мой, мне не будет Роэшели, Мой Пастырь, мне не будет ничего, никакого недостатка. Бог, видящий Меня, Илуй, Адунай Ира, видящий Меня, Бог. Но написано, что превыше любого своего имени Ты возвысил Слово Твое. То есть, Слово, то, что Бог говорит, это да и аминь. Это достаточно верить в это. И Он Сам возвеличил это, Своё Слово, выше Своего имени. Он сказал Богу, Собою клянусь. Он сказал, Бог сказал Аврааму, Собою клянусь. Твое семя будет как звезды небесные, как песок земной. Он сказал, что превыше всякого имени Своего Я вознес Слово Мое. И когда мы верим в это и стоим в этом и в этом находится упование сердца нашего, то тогда всё, что происходит на этой земле и когда всё, что вы это будет для вашей пользы, для вашего блага, потому что Он все Свои имена, все Свои благословения поместил в одном имени. Я не слышу. Он поместил это в одном имени. Как это имя зовут? Ишуа, Иисус. И когда ты используешь это имя, Он всё поместил в этом имени, что в любой момент, в любую секунду, в молитве, в любой нужде ты мог обратиться к этому имени. Давайте продолжим. Псалом 108 119 . 129 . Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, почему написано у Исаии, что этот мир заполнит тьма и слава Божия воссияет над тобою? Мы видим, что эта тьма приходит и делается более и более густой в этом мире. Люди думают, люди делают сегодня такие вещи, что вообще мы не думали, что это возможно. Что это вообще нам на ум не приходило. Чтобы мы не заявляли Господу в гордости нашей, что Ты нас не так сотворил, не то сделал. Все это называется двумя словами, что происходит в нашем мире. Это гордость и мятеж. Как бы тут написано «Радуюсь, как великая прибыль». Это прибыль такая, это добыча, это победа. Чтобы получить эту победу в мире, люди что только не делают, врут, обманывают. Занимаются всякой мерзостью. Какая цена есть у этой победы? И я, говорит, я не соглашаюсь с этим. Я знаю, что приносит великую прибыль, что приносит великую победу, великую добычу. Я знаю, что это. Радуюсь я о слове Твоем, как нашедший великую прибыль. У него еще нет ничего. У него нет миллиона долларов. У него нет ничего. Если мы возьмем пример, кто был царь Давид, его преследовали в его жизни больше, чем он царствовал. Даже внутри его царства были люди, которые преследовали его. Сын его собственный. Его собственный сын. Что сделал? Изнасиловал его дочь. У него был полный, вообще, балаган в семье. Другой сын хотел его убить, хотел захватить царство. Принес ему позор, переспал с его наложницами. Вообще, до сегодняшнего дня такие вещи, это великий позор на Ближнем Востоке. И у арабов, у евреев, то, что сделал Авешалом Давиду. Давид был человеком, которого все время его жизнь преследовали. Он говорит, я радуюсь великой радостью, потому что я слово твое нашел. Неважно, в какой ситуации я нахожусь, я знаю, что я нашел твое слово. И я слышу, что Дух Святой говорит мне. И я уже поэтому победитель. Я победитель. Кто он? Герой. Кто этот победитель? Победитель — это тот, кто побеждает себя. Когда ты находишь Слово Божие, ты подчиняешь себе. Твоя плоть, твой первородный грех, он подчиняется. Это не физическая победа, не твоими физическими силами, а это приходит от Слова Божьего. И когда ты свое естество злое побеждаешь, ковеш — это слово захватываешь, побеждаешь. Когда Бог евреев привел к нашей земле обетованной, Он сказал, «Тиквишу, наследуйте, захватите». Но мы не своими силами сделали это. Так это написано. В милости и благодати Божьей. И мы сейчас... Как тебя зовут? Ты... Ты кто? Ты человек. На иврите «бен Адам» из земли сотворенной. Ты можешь победить все. Возрадовался я о слове твоем, как нашедший великую добычу. Люди думают, большую добычу, великую прибыль — это много денег. Это хорошее положение, это много денег. Но это не... Это не это. Все, что... Это все, что приходит потом. Великая добыча — это Слово Божие. Это... Это Слово Святого Бога. Это великая прибыль. Великое достояние. Есть разные вещи в жизни происходят. В разные времена есть. Не все время нашей жизни все точно так же идет. Но если ты со Словом Божьим в жизни твоей, ты побеждаешь. Неважно, в какое время твоей жизни ты... Он говорит, что солнце не поразит тебя днем, и луна ночью. Потому что ты... нашел великую прибыль. Паш, ты радуешься. Это не просто так. Слышишь Слово Божие, и вот такой вот удрученный, ты радостный, ты сас. Радостью возрадуюсь. Давайте начнем говорить пример. Когда Бог начинает говорить ко мне, Бог всегда находит путь говорить к сердцу человека. К римлянам в первой голове можно слышать, и там написано, что вы можете увидеть Бога через Его творение. Так пишет Павел. Он говорит, пишет всем народам, что через творение они могут увидеть величие Бога, сотворившего все это. потому что Он все сотворил это. И Он создал это. Давайте пример из моей жизни приведу. Когда Бог дает мне свое слово, я знаю, что это уже исполнено. Написано было славян, Бог царь вселенный, сотворивший все по своему слову. И дано у нас бывают всякие переживания, это нормально. Бывают всякие колючки, бывают люди всякие, которые очень мешают. есть бесы. И иногда они через людей открываются. Ну, что? Радуюсь я. Сососи, с великой радостью радуюсь я, потому что я нашел великую прибыль, потому что я победитель, потому что я не пуст внутри. во мне есть что-то. И что есть во мне? То, что нет в этом мире. Этот мир говорит мне, ты не можешь. А то, что есть во мне, говорит, ты все можешь через того, кто дает тебе силу. да, да, есть нервы, да, есть бесы, которых надо изгнать, да, есть люди, которые мешают, есть всякие разные причины, которые говорят, события происходят, говорят, нет, но есть великая добыча внутри, великое достояние, которое говорит, да, я верю в Слово Божие. Слава Божия, я воздаю Ему славу, Слово Божие, оно очень тяжелое, очень весомое, и оно весит больше, чем все, что происходит в моей жизни. Скажите, Слово Божие более сильное, то, что снаружи происходит в моей жизни, Слово Божие сильнее того, что стоит против меня. Слово Божие сильнее всего. Послушайте, если десять раз сказать, десять — это хорошее слово в Израиле, когда ты делаешь что-то хорошо, тебе говорят, ну, ты вообще десятку попал. Посмотрите в Бытие первой главе десять — полнота. Семь — это благословение, десять — это полнота. Поэтому в синагоге, когда молятся, собираются десять евреев, чтобы была полнота в молитве. Есть десять заповедей. Бог сотворил всё через свои десять заповедей. И всё сотворилось. если это так сильно, это так весит, это полно славы Божьей. Когда я нахожу это, радуюсь я, радуюсь я о слове твоем, как нашедший великую прибыль, великую добычу. ещё одно место. У нас есть сегодня много мест Писания. Матфей. Евангелие от Матфея, 4 глава. Потому что воцарился Господь Бог наш. Матфей, 4 глава, 3-4 стих. «И приступил к нему Искуситель и сказал, мы говорили, что Искуситель, Испытатель, это от слова «Нес». «Нес» это поднять тебя на высоту, это дать тебе победу. Мы не любим испытания. Почему? Потому что это нам тяжело. Почему у меня будет испытание, если я иду с Богом? Но будут испытания. Но испытания приходят не для того, чтобы тебя не усыпить, чтобы тебя убить и чтобы тебя раздавить. Они приходят чтобы поднять тебя на высоту, чтобы дать тебе победу в великую прибыль. Но ты должен быть готов. Скажи «Готов». Ты должен быть готов к испытанию. Если он пришел и ты не готов это не хорошо, а когда испытание приходит и ты готов, то это хорошо. Ты проходишь это испытание с великой славой. И проходя это, воздаешь славу Богу. Почему? Почему ты можешь воздать славу Богу? Потому что ты полон Его Слова внутри тебя. Ни Фейсбук, ни Инстаграм, ни новости, ни то, что плохое в этом мире, ни зло этого мира, ни плохие, ни злые слухи. Плохие мысли я читал сегодня. Мы читаем притчи вместе с детьми, там есть стихи. Каждый день мы читаем притчи. Написано, что мерзость пред Богом плохие мысли. Бог ненавидит плохую мысль. Из-за плохой мысли приходят потом плохие слова. И Бог знает, что плохие мысли приводят плохие слова. и поэтому, когда еще даже нет слов, а уже пришла плохая мысль, Бог ненавидит это. Из опыта, во имя искушения, многие люди, верующие, тоже упали в этом мире, не смогли пройти. почему? Евреи называют это как ангел Исава. Вместо того, чтобы быть полным Словом Божьим и воздать славу Господу, я скажу вам слово, что может вы его не слышали. Я не буду смотреть, как вы это восприняете. Никто из нас, кроме самого Господа Иисуса, не может изгнать сатану. Даже архангел Михаил, великий архангел Божий, который написан говорил с сатаной Моисеевым теле, он сказал ему, да запретит тебе Господь. Послушайте, почитайте послание Иуды, и когда вы это прочитаете, вы поймете. Вы тратите время, когда вы изгоняете сатану, вы не настолько важны в духовном мире, чтобы он пришел к вам. В лучшем случае бесы придут. Почему приходят бесы? Я могу вам прочитать почему. Евангелие от Марка, Евангелие от Марка, 4 стих. Не думайте, что бесы приходят, что вы великие такие. Они приходят только ради одного. Четвертая глава, 10 стих. И когда же остался без народа, окружающего вместе с 12-ю, спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Не дай Бог, чтобы это было нам. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и не прощены будут им их грехи. Он выговорит, не понимаете этой притчи, как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет, сеет давар. Посеянный при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышит, тот час приходит сатана и похищает слово. Когда вы выйдете отсюда сегодня, они слушали Иисуса, слушали Его слова, а когда вышли, пришел сразу сатана. еще не успели выйти, он уже пришел. Ты говоришь им слово, учишь, много людей сидят, слушают, они думают о своих счетах, о своих проблемах, о разных вещах, которые в их семье происходят. Сатан уже их путает. Они уже запутаны, они еще не вышли с проповедей. Приходит сатана и берет то слово, которое посеяно в их сердцах. Он берет слово, которое посеяно в них. Есть причина. «Радуйся я о слове твоем, как нашедший великую добычу, великую прибыль». Это тебя тебя не интересует, больше занят как деньги заработать или еще что-то. Но сейчас о том, что здесь говорится, это приносит тебе изобилие, приносит благословение, финансовое, любое другое. Это все, что мы о чем говорим сейчас. Есть испытания приходят. Не испытывай его. Он приходит испытывать тебя, но у Бога есть план, как поднять тебя на высокую гору. Что такое «нес» на игрите? Это еще и знамя. «Ты поднимаешь знамя». А кто поднимает знамя? Тот, кто побеждает. Поднять тебя высоко. И пришел к нему написано «Искуситель» от Матфея. Вернемся Евангелие от Матфея, 4 глава, 3-4 стих. Я немножко ошибся, но не запутался и 3-й стих. «И сказал ему, если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». есть разные времена в жизни. Было время Иисуса, что не было у него хлеба. Это нам некий знак. Может быть, у тебя сегодня нет финансов, или у тебя нет еще чего-то, или твое здоровье так не очень, или твои отношения с кем-то не очень. Все может быть, есть разные времена. Если ты Сын Божий, что сделай? скажи, чтоб камни сии сделались хлебами. Иисус ему ответил, он же сказал ему в ответ. Иисус не отступил ни налево и ни направо. Его все время пытались обвинить. Пытались его подловить. Пытались сказать, что он отступник, что он религию Израиля изменил. Но вся его жизнь была по Слову Божию. Как он мог быть Сыном Божиим, если бы он сделал что-то против Слова Божия? Есть сегодня разные учения и все такие свободные. Мы свободны. Мы сыны свободы. Но это не говорит, что ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты должен оставаться в границах Слова Божьего. Это свет моей ноги и мой путь это освещает. Так сказал Давид. Иисус говорит, скажи, написано, сказал Иисус, написано, он победил искусителя. Он сказал ему, он сказал, я повелеваю тебе, ты изгнан во имя Господа. Ты не можешь приблизиться ко мне. Пока ты живешь на этой земле, он может приблизиться к тебе. Ты не можешь так сказать ему. Но что? Он не может причинить тебе никакого ущерба. он потому что Бог хранит тебя по плану твоему, своему. Да, может приблизиться к тебе. Приблизиться это на иврите еще корень, это тот же корень, как слово бой, битва. Но если ты хранишь Слово Божие и ты живешь по этому слову, он не может, у него нету такой привилегии. Он говорит, Иисус говорит, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Почему люди работают, это важно работать. Лень это большой грех, это очень большое зло. никто не должен тебя кормить, никто не обязан для тебя делать что-то, ты должен работать, чтобы питаться от этого и приносить с этого десятины пожертвования, поддерживать бедного, нищего. Ты должен трудиться своими руками, ты должен трудиться зарабатывать свой хлеб. Это очень важно, то, что я говорю. Это жизненный урок, это не просто так. есть люди, которые, знаете, так очень надуваются, у них всякие чувства, там все, они прямо так, но ничего не происходит. Написано, что радуюсь я о слове твоем, если я нахожу слово Божие, храню его, то не на едином хлебе единым будет жить человек, но на всяком слове Божьем будет жить человек. Как будет результат, Оран? Иисус, Ишуа написано, он был распят до того, как еще был сотворен мир, до того, как мир существовал, Иисус уже отдал свою жизнь, потому что это истина, это случилось и в духовном мире, и в физическом мире. И мы результат сегодня, результат того, что Иисус был распят, поэтому мы сидим здесь. Не говори мне, я верю, если я не вижу никакого результата в твоей жизни. Все это начинается с маленького, с такого слова, которое называется поведение. Когда ты все так живешь вот так вздыхаешь, ходишь, ты не любишь это, ты не любишь то, ты не любишь все, ты это ненавидишь, то ненавидишь, это не любишь, это не подходит, это не то. Слово Божие дано тебе, чтобы поднять тебя, чтобы тебя сделать здоровым духовно и физически. Откуда Иисус взял это? Откуда Он не говорил от себя? Иисус взял это из второзакония. Там написано, что не на хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим будет жить человек. И дальше написано, взял его сатана и поставил его на высокую гору и сказал, что если Сын Божий ты, то брось себя вниз и ангелом своим заповедует о тебе и не приткнешься, а камень ногою своею. И опять написано, сказал ему Иисус. Это сильный бой, он приблизился к нему. Иисус говорит ему опять написано. Когда религиозные приходят и говорят, иногда они приходят здесь, начинают что-то раздавать, и люди начинают путаться, что Иисус Он не Мессия, потому что это и то, и то, и это, и пятое. Я говорю, я все знаю, не путай меня. Он был полон Слова Божьего. Никакой религиозный еврей не может не сказать, что Иисус Он не Христос, Он не Машиах. У меня есть результат, у меня есть великая прибыль. Я поверил и получил, поверил и получил, поверил и получил, как написано в Слове Божьем. Никакой сатана в таком или другом обличии не может отклонить меня с пути, пускай Бог благословит их всех, они тоже сыновья Авраама. Но не дайте сатане вас путать. И говорит, еще написано, не испытывай Бога твоего. И написано, тогда поставил его дьявол на весьма высокую гору. Я видел много людей. Я тоже хотел быть на высокой гале. Но благ Господь и велика его милость Господу, который дает нам покаяться, спуститься с этой великой горы. Люди хотят быть очень высоко раньше того времени. Надо пройти один, два, три испытания, и ты там будешь. Не иди к горе сам, пока тебя Бог туда не привел. это место встречи с ним. Вы знаете, когда сатана при... Вы не думайте, что она придет к вам, у него будет хвост, рога и так далее. Когда твой эго, твой эгоизм, твое я... гордость, гордыня, это очень тяжело. Кто ты, что мне скажешь, что ты вообще такой? есть такие, которые не говорят. Есть такие, говорят это, но они в сердце это, это так думают. Но когда они говорят, ты уже понимаешь, что у них есть сердце. Один день они делают тебе проколотое колесо. В один день, когда ты нуждаешься, в них их нет. не думайте, что на так приходит к такому образе. Пойдем на гору. Нет, это он пытается раздуть наше эго, наш эгоизм. И показал ему на высокую очень гору, и показал ему все царства мира и славы, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Я хочу вам сказать только одно. Один день все, что сатана пытался ему дать, это будет его. Мы верим в это сто процентов. Написано, что весь этот мир и ад и гиен огнен все поклонится Господу и шуа. Сатана говорит, поклонись мне и я тебе все дам. Это называется короткий путь. И ответил ему Иисус. И когда Господь Иисус опять ему говорит, третий раз, отойди от меня сатана, ибо написано, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Написано тогда, оставляет его зьявол. Сейчас, какой твой, какой твой, твоя ценность, твои отношения, есть ли у тебя какая-то ценность, вот посмотри в написанное слово. Если это говорит что-то твоему сердцу и что-то весит в твоих глазах, посмотри пример. Если бы забрали все Писания и Слово Божие из мира, остался бы только один. тебе бы предложили за это оставшееся слово, за эту книгу 10 миллионов долларов, что бы ты выбрал? потому что я бы не согласился, Паша, и 10 миллионов долларов, любая сумма может закончиться, а это не заканчивается, Слово Божие. ты будешь миллионером, если Бог тебя призвал к этому, но Слово Божье ценнее, какая это ценность в твоих глазах. Я заканчиваю скоро, когда Бог говорит ко мне, я уже там нахожусь. Поэтому я уважаю то, что написано. Я тоже уважаю людей, через которых Бог говорит ко мне. Это очень важно. Прословители, поднимитесь, пожалуйста, на сцену, чтобы мы закончили это наше собрание молитвы. Слава Господу, потому что превыше всякого имени Твоего Ты вознес Слово Твое. Твое Слово свеча ноге моей и свет стезе моей. Так написано. Радуюсь я о Слове Твоем, как нашедший великую добычу. Каждое Слово Божье это великая ценность. Ради денег ты готов все, если тебе предлагают. Это неправильно. Ты должен искать Слово Божьего. Когда у тебя нет денег, ты говоришь, я не дам. Но Бог говорит, дай. А никому не нужны твои деньги. Бог говорит, дай. Ты ешь, но когда ты съедаешь, ничего не остается, но когда ты даешь, происходит умножение. Я не знаю, как это происходит, будет, но я знаю, ни одном хлебе будет жить человек, но на всяком слове Божьем будет жить человек. Потому что все мы говорим слава тебе Господь, ибо все сотворено по слову твоему. Все, что вы видите здесь. Прежде всего, он сказал, он сказал, мы приняли, и это осуществилось, и это стало, возникло. что у нас будет в следующем году? Бог знает. Давайте прославим его вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры 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 Субтитры